Друзья, всем привет, с вами Аня Букспейс, и сегодня у нас с вами на поиске дня выходные очень ламповый разговорный ролик на тему итогов прошлого года. В конце января. Знаю, так получилось. Я просила вас в инстаграме мне понакидать разные номинации, чтобы я могла как-то осознать, осмыслить прошлый год и вспомнить, что там вообще было, кроме карантина. Потому что если меня сейчас спросить, Аня, как-то прошёл твой 2020, я сказала бы, что я лежала на карантине, как бы страдала и работала. Всё. А по факту нет, далеко не всё. Было очень много чего интересного, неинтересного, само собой, клёвого, лампового и провального, естественно. Так что, друзья, поехали. Номинация «Шалость удалась года», и, наверное, определённо «Шалость удалась» у нас с вами эта серебряная кнопка на канале. 100 тысяч зрителей. Вот. Букспейс, все дела, настоящая серебряная кнопка Ютуба. С зеркальной поверхностью, сзади она такая вот чёрно-бархатная, там можно, наверное, продать деньги, не знаю. Помню, что ко мне, когда приехал курьер, он такой «Ммм, наверное, кнопка», там была коробочка такая с Ютубом, я ж такая «Да». На самом деле просто. Ага. И домой убежала. Лучшая неожиданность года, потому что худший, само собой, был карантин, да. Ну, а лучшая моя неожиданность года, это, наверное, была поездка в Москву. Я, в принципе, о ней вспомнила, когда вам делала вот такие маленькие краткие заметки у себя в планере. Да, меня позвали на мероприятие, на освещение открытия магазина «Фанка-поп» на Лубянке у Хеймлис. Буквально на один день ездила в Москву, там виделись с Денисом Оптимистером, другими знакомыми блогерами, многими познакомилась. Там была очень клёвая тусовка, классная вечеринка, открытие, и это, в принципе, всё зафиксировано в моей неделе чтения в феврале, друзья, где-то вот здесь. Моя самая любимая номинация «Вечная цель», то, что переписывается из плана в планы, но никогда не выполняется. Прямо вот по больному месту есть такая цель у меня каждый год, вот реально в каждом планере. Это и даже в новом, кстати, тоже есть, это пить больше воды, отжиматься и приседать, и руки качать. И вот подвижек с места нет. К сожалению, вот все остальные цели, вот худо или бледно, так или иначе, они выполняются, а это никогда. Дальше, друзья, новое увлечение прошлого года, которое, чёрт возьми, мне реально было необходимо в прошлом году, особенно в конце года, после какого-то сумасшедшего ноября с нанораема с дедлайнами, прям вообще, я была выгорена. Просто вот по самой пятке, и мне нужно было расслабиться и отдыхать. И да, солнце, конечно же, ушло, естественно. Ладно, и я подумала, что мне нужно реально отдыхать. Но сериалы не помогали, фильмы не помогали, потому что я, как блогер, который, в принципе, анализирует сюжеты, вот книжные, я не могу расслабиться с киношками. Потому что каждый раз, даже вот в состоянии таком перегруженном, я думаю, как же там работает сюжет, как раскрыт герой, и это, блин, не отдых нифига для меня. И тогда прям такая сила сама собой, и типа, Аня, ну что вот тебя радует, расслабляет, но при этом ты как бы отдыхаешь, а не пытаешься как бы анализировать всё это дело в плане работы. И прям вспомнила, что это настолки, когда вот мы с друзьями гоняем в Манечкина, в Катан, Шакала, это прям расслабуха полная. И знаете, я загорелась, я прям тогда гуглила в декабре всех блогеров-настольщиков, смотрела обзоры, и прям чувствовала себя на вашем месте, когда смотрела обзоры, и покупала-покупала-покупала себе настолки. И это сработало, я так классно провела время, я так классно расслабилась, прям такие шарнирчики все очистили, стали на место, это было очень здорово. И продолжая предыдущую номинацию, настолка года. Я даже её себе притащила, вот она. Это пэчворк, ребята. Я пэчворк жёстко недооценивала, как, в принципе, всё самое лучшее в моей жизни. Не знаю, как у вас, а у меня так каждый раз. Ну, типа, вот всё то, неважно что, еда, люди, настолки, одежда, ситуация, новое место, вот всё, о чём я думаю в первую очередь, типа, что за фигня оказывается самым лучшим в моей жизни? Вот так всегда, не знаю почему. И пэчворк, этот пэчворк я недооценивала всегда, но видела его в каждом топе у каждого блогера настольщика, типа, это самая лучшая дуэльная игрушка, оно для двоих. И я думала, что в ней может быть интересного, если это про пуговки и про лоскуточки. И вот что-то меня дёрнуло, к счастью, посмотреть летсплей по пэчворку. И я, блин, так залипла, мне так зашло, что я прям нашла его на Wildberries, кажется, последней, потому что больше нигде его не было. Купила, и так протащилась процесса, и что самое клёвое, мужа подсадила, потому что дуэльная всё-таки игрушка. Мы с ним играем в пэчворк буквально, наверное, ну если не каждый день, то через день мы играем стабильно, потому что пэчворк, несмотря вот на такой интересный, но вполне себе дружелюбный сеттинг, лоскуточками с пуговками, это очень прикольная экономическая тетрис-стратегия, я лично её так называю. То есть вам нужно собрать на вашем одеяле условном лоскутки так, чтобы не было прорехов в одеяле, и так, чтобы это было наиболее для вас выгодно. Вот, и собирать монеты, то есть валюту этой игры. В принципе, я вам её объясняла в ролике про, кажется, в каком-то из влогмассов было, но, в принципе, поставлю вам в инфобоксе под этим роликом обзор этой игрушки и летсплей этой игрушки. Она очень вариабельная, она никогда не повторяется, каждый раз новая партия, каждый раз новая какая-то стратегия для игры. То есть ты не можешь, знаете, прям подстроиться под игру, типа, я буду делать вот так и буду выигрывать каждый раз. Нифига, это так не работает, то есть каждый раз у вас будет всё равно новая стратегия, в которой вы будете подстраиваться под определённый геймплей. Вау, короче, очень простая, но при этом такая клёвая игрушенция, я прям протащилась с неё. И очень довольна, что её купила и нашла, в принципе. Покупка года. Ой, покупка года у меня была очень внезапно, я не мечтала давно, но подумала, что в этом году по-любому надо. Это пылесос, друзья. У нас, в принципе, был пылесос, но он был мало того, что огромный, он моющий, он шумный, и это всё к тому, что даже не я пылесошу дома, а муж пылесозит. Меня он раздражал. Меня он бесил, и я никогда не могла к нему подступиться. То есть, чтобы самой собраться, нет. И я мечтала о вертикальном пылесосе, чтобы можно было его спокойненько взять, без шнуров. Маленький. И с ним походить по квартире. И мы такой купили в этом году, причём на больших скидках, потому что без скидок я бы его, наверное, фиг взяла. Что для нас в нём было самое важное, это то, что он без шнура на аккумуляторе, то, что у него большой объём пресборника, потому что у нас дома две живности, и от них очень много шерсти, и то, что его можно спокойненько как бы с ним ходить, попортили даже мне, лентяйке. И ещё мы смотрели его мощность, что, по крайней мере, он работал, ну, минут хотя бы 30, а не 10. Короче, супер покупка, я дико довольна. Если кому интересно, ссылочку вам, точнее, модель оставлю вам в описании к этому ролику, друзья. Следующая номинация, хэштег «Моя прелесть», весь, с которой я не расставалась, это мои жёлтые кроссовки, которые я вам, увы, в кадре не покажу, ибо они уже прям заношены в край, и грязненькие, нужно их будет постирать в машинке. Просто, в принципе, мне кажется, есть кадры, где я в них ходила на одном из роликов-марафонов, а тыщу кадры вам, в принципе, вставлю, друзья. И самое, что интересно, это то, что вот точно такие же купил себе мой брат, как бы не сговариваясь, потому что кроссовочки из мужского одела. Мне, в принципе, в женском неинтересно, там каждый раз какие-то розовые, беленькие кроссовочки, такие ми-ми-ми, а я не ми-ми-ми. Мне хочется такой прям, о, брутальные кроссовочки, жёлтенькие, брутальные кроссовочки, да. И это было реально очень забавно, потому что мне вот 30, брат 45, а у нас с ним одинаковые кроссовки. То ещё вы обо мне не знали наверняка, хотя, возможно, и уже считали на протяжении четырёх лет он меня смотрит, это то, что я человек ранее консервативный к вещам, и если я во что-нибудь впендрюсь, какую-нибудь новую любимую маечку, то всё, трондец, я буду её носить каждый день. То есть, носить, стирать, снова надевать. Носить, стирать, снова надевать. Я не шмоточник таковой, я не модник, я как бы в одну вещь влюбилась, и ношу её, пока она вот из строя не выйдет. Есть такое дело, вот, и с кроссовочками так же. Спрашивали меня про фильм и про сериал года, и такое, говорит, стыдно слегка, честно говоря, но я мало смотрю кино. Я музыку не слушаю вообще, и я кино смотрю мало. И я вот даже в своём новом планере себе сделала... Где я их сделала? Ага, то, что я посмотрела в 2021 году. Себе даже сделала разлиновочку, то, что я успела посмотреть. В этом году это Толкин и душа от Пиксара, и то, что я хотела бы посмотреть. Это Лобстр, Леди Бёрд, Тайна Кокко, Паразиты и Достать ножи. Хотя бы просто с ними ознакомиться. Так что киношку я смотрю мало, и, наверное, последнее, что меня так сильно впечатлило, это был фильм... Мы ходили в кинотеатры 19-17. Я прямо-таки выпала с него в осадок. Просто меня он чертовски впечатлил даже не темой войны, хотя это как бы тоже отладывает свои определённые эмоции, а своей съёмкой. То есть там идёт эффект постоянной съёмки, эффект присутствия, эффект непрерывного кадра. И это так сильно освежает тему, сам фильм и подачу. Просто как будто бы ты с героем прошёл все эти дни вместе. Вот так как бы дышал ему затылок. Как это прям... Ну, вообще. И ещё мне конкретно прям ударил под дых фильм Платформа. Эта антиутопия, она весьма жуткая, она смелая, и она, мне кажется, идеальна для синдрома постголубиного смысла. То есть в ней, как таковых, отсылок, пасхалок, образов, символов, ну, просто тьма тьмущая реально. То есть если её воспринимать в лобешник, это будет вообще не то. Это будет просто сюр на сюр, если в лобешник. Но если смотреть её немножко глубже, рассуждать, а что хотел автор сказать этим, то да. И, кстати, гораздо интереснее ещё смотреть по ней даже не обзоры, а комментарии под обзорами читать. И хочу ещё раз сделать акцент на то, что эта антиутопия очень жуткая и слегка мерзкая. И после неё, возможно, вы не сможете, как я, нормально есть пару дней. То есть обычно я получаю очень много удовольствия от вкусной еды, а тут я не могла нормально есть пару дней. Ем, а мне плоховато. Вот, так что имейте в виду и с попкорном не смотрите. Ну, а с сериалами года попроще, потому что я назову Why Women Kill? Почему женщину убивают? Меня он впечатлил невероятно, хотя по факту я смотрела уже нечто похожее много раз. Те же ощущения на домохозяйке. Но при этом, как это снято, в каком сеттинге это снято, и актёрский состав, это просто супер-пушка. Выше классно, как я говорю. И я даже тогда вдохновилась, когда, когда? В мае, либо в июне вам сделать подборочку с новой рубрикой. Сделала, да, целый год уже прошёл. Но я, в принципе, её в реку Заввене не выкинула, и решила её возобновить на канале. Вот, готовлю, надеюсь, что я вам её презентую скоро. Дальше, друзья, ценность года. Отдых и здоровье. Здоровье и отдых. Понимаешь, что слегка по-старперски звучит, и тем не менее, я каждый раз на это дело забивала. Ну, типа, зуб болит, да потом схожу. Живот болит, да потом схожу. Я уже не спала несколько дней, да потом посплю. Потом отдохну. И всё это тело имеет свойство накапливаться в организме, и в кукушечке тоже. А потом тебя так просто хоп и выключает. Хоп и выгорание. То есть ты как бы хочешь чем-нибудь заниматься, а ты уже не можешь. Вот, так что я в этом году прям-таки сосредоточилась на здоровьечке, на отдыхе. И знаете, это было очень-очень хорошее решение. Дальше, друзья, блюдо года. И я как консерватор тоже вам не могу ничем похвастаться. Но в прошлом году я для себя открыла покупное тесто для пельменей. Мне просто каждый раз было лень готовить пельмешки, потому что вот всё это вот с тестом возня. Мало того, что его нужно раскатать правильно, нормально, так ещё потом всё это дело мыть, отодраивать от стола. Это прям... И я как-то раз нашла в магазине вот такие вот маленькие покупные готовые блинчики из теста. Там прям такой наборчик. Я вам, в принципе, показывала в каком-то из роликов, кажется, марафонов. Осталю ссылочку, если не забуду. И это так удобно, это так упрощает дело. Там очень вкусненькое и нейтральное тесто. С меня нужна хорошая начинка. Там фарш, кинза, соль, перец. Да, все дела. Супер вкусно. Минимум возни. Просто идеально. Буквально, может быть, час, ну максимум на пельмене нужно потратить. И всё. Очень рекомендую. Самая смешная или нелепая ситуация в году. Смешно не вспомнила, а вот нелепая была в конце года. Мы с мужем обычно наряжаем ёлочку где-то числа 15-го, либо 20-го. А тут мы оба такие все деловые колбасы работали прям до конца года. И буквально, когда 29-го мы кинулись за игрушками, или 30-го января, 29-го, по-моему, и нет игрушек на ёлку. Нет, и всё. Ёлка есть. А около неё, по идее, вот на антресоле должна была быть коробка с игрушками. И не маленькая. То есть она должна быть узкая, большая. Там было много разных игрушек, в том числе и подсоветские игрушки. Очень клёвые, и их нету. А там же мишура, там же огонёчки, как бы гирлянда и игрушки. Полная коробка. Короче, офигели мы знатно. Мы потом перерыли всю квартиру. Все-все антресоли, везде по всей квартире. Оба балкона разобрали. Нет игрушек. Мы уже даже в диване проверили внутри. Нет игрушек. Я на ёлку вешала открытки под Новый год. Это просто хана. Мне было так обидно, потому что я их так долго выбирала в магазине. Мы мишуру подбирали. Я выбирала всякие там советские игрушки. Там Баба Яга. У меня кот Матроскин есть. Карлсон. Почтолён Печкин. Где они, блин, все? Неужели мы их выкинули? Короче, это была просто супер нелепая ситуация в году, потому что я всё-таки вам планировала снимать влогмассы. Там, идти по Маше Шкале от Гринча к Санти. Ага, конечно. Мало того, что потеряли игрушки, так у меня ещё и сдох Ноут на следующий день. Точнее, его зарядка. Класс. Не то, чтобы эта ситуация мне в крайнем стране не испортила, но за два дня до Нового года ни одной игрушки, а идти в магазин, какие попало брать, но это тоже не комильфо, правда. Всё-таки я их выбирала, долго перемеряла, рассматривала. Короче. И спойлер мы и так не нашли. И решили, что в этом году будут новые игрушки. Пять вещей, которые бесили в 2020, но я набрала всего три. И первое из них, это то, что я впервые в жизни такой вот уютный, а домашний хоббит решился на поездку на концерт в Москву. На Park Life, если что. Там просто назначились мои любимые группы, хедлайнеры. Я только думаю, это надо поехать. И карантин, короче. И отменили концерт. Очень бесило, правда. Вторая вещь, это то, что у нас целый год в нашем городе не работали кинотеатры. Вот у нас как закрыли в конце февраля, то до сих пор не открыли, кстати. Это реально раздражало, потому что в любых городах кинотеатры работали, по крайней мере, с расстоянием безопасным, а у нас нет. Но ещё очень сильно бесила неопределённость, потому что ты не знаешь, как и что, маску надо или не надо, кто-то ходит, кто-то не ходит, кто-то болеет, кто-то не болеет. В кафе можно, в магазин нельзя. И ты думаешь, так как правильно? Они никто не знает, как правильно. Вот. А что, такая ситуация, немножко водянистая, очень сильно раздражала. Идея года. Я думаю, что это прочитанная в компании. Я прям её лелеяла ещё с 16-го года, своего самого первого ролика. Я прям мечтала именно в такой кондиции снимать, но это было очень сложно именно по продакшну, по съёмке. И впервые я её притворила в жизнь, и многим казалось странным, но многим и зашло к счастью. Я недавно пересматривала видос и подумала, что я буду делать ещё так же и не раз, потому что очень прикольная съёмка, очень прикольный опыт, и, к счастью, так не делает никто на Буктюбе. Спасибо большое. Да, конечно, она требует очень много подготовки, хорошего сценария, хорошей съёмки и монтажа, конечно, но при этом мне она нравится. Она очень клёвая и выглядит свежо, хотя не всегда понятно всем. Возможно, не всем она заходит, но мне нравится. И я решила даже ввести персонажа на рубрику Райтинг-блога. Вот, так что ждите, друзья. Успехи в писательстве и планы. Ну, во-первых, что мне было в прошлом году из успехов? Я открыла рубрику на канале Райтинг-блог, стала об этом говорить, как бы анализировать. Нашла очень много динамышленников в комментариях, видела, что вас эта рубрика очень вдохновляет, несмотря на просмотры, как бы это не важно. Главное, что я смогла наконец-то об этом сказать, что как бы я хочу, но я ленюсь, но решила, что с этим делать. Вот. И как раз таки еще я участвовала на Нарайме в ноябре на импровизации написала 50 тысяч слов. Это, конечно, очень клевый челлендж, но что он дал в плане структуры книги мало чего. Он, наверное, дал понимание, что все самое лучшее приходит в процессе. То есть не просто вот во время какого-то вдохновения, да, это максимум может быть на поллиста, а все остальное, то, что у меня придумалось, уже во время написания. И в планах получается на этот год полностью сформировать каркас истории, полностью ее подроботургии завязать нормально по трем актам, ее подкорректировать, не знаю, успели ли в этом году полностью, но, по крайней мере, доработать. Вот. И не лениться с другими проектами. У меня их много в голове, но, тем не менее, они все в голове. Еще интересуются моим успехом и прогрессом в английском языке. И буквально в прошлом году я забила конкретный болт на грамматику и на учебники. Я больше именно слушала аудиокниги, Гарри Поттера в начатке Стивена Фрая. Это было просто потрясающе. И я также слушаю еще и Сандерсона на его канале, потому что там всегда бывают субтитры. А его мысли по поводу писательства и в целом на его как-то автора послушать хочется, а слабов нет. Поэтому приходится каким-то образом тренировать аудирование. Главный облом года. Ну, кроме отмены концерта, наверное, это была поломанная зарядка. Буквально за два дня до Нового года, когда вот ты такой весь деловой готовишь влог, мы с итоги года, вот эти самые итоги года, и ломается зарядка. И, в принципе, это стыкуется с последним вопросом самый необычный опыт. Это ничего не делать целую неделю. По-настоящему отдыхать. Просто каждый раз, когда я говорю, что, ребята, я на отдых, это я слегка лукавлю, потому что я во время отдыха, допустим, не снимаю видео, но я делаю сценарии, я делаю заготовки, наработки, идеи прописываю, что-то еще делаю, составляю подборки. Все равно как бы это работа, правда? Вот, а тут у меня на компе все наработки, все мои сценарии, на патреон наработки, как бы все, все в моем компе. Я не могу его включить. Я могла бы взять у мужа компьютер, все-таки он там тоже работает, естественно. И я подумала, ну, окей, хорошо, два дня до Нового года, как бы еще целая неделя после, окей, ребята неделю потерпят, подождут. И знаете, я так расслабилась, это реально настолько классный отдых получился, настоящий отдых. Без сценария, без съемки, без монтажа, без оставляния подборок. Я прям оценила, что даже вот так вот можно отдыхать. Это, в принципе, даже видно по моей физиономии в первом видео года. В планах там прям видно, что я уж прям пышу. Пышу, правильно я говорю? Правильное слово. Короче, я прям вот пышащая отдыхом была в кадре. Вот. Так что это все равно пошло на пользу. Вот такая вот ситуация неприятная, но пошла на пользу внезапно. Ну, а еще я вот к вам переволокла подарки, которые мне подарили на Новый год, и покажу, какой у меня получился улов. Он получился у меня очень настольный и авокадный внезапно. Кстати, это вот не все-все подарки, что мне подарили друзья, потому что очень многие мелочи у меня уже расфасованы либо по шкафчикам, либо вот на рюкзаке некоторые значки, да, и, разумеется, все сладости уже съедены. Поэтому вот самое основное покажу. Так, смотрите, Дашуля Angry Books подарила мне целый сет носков авокадо. Это, по-моему, сладости уже последний чистый, остальные все в стирке. И, да, еще у меня тоже вот в одном из них есть такое дело. И авокадные маски. Вот такую. И вот такие. Так, Даша Келлер подарила мне авокадную пижаму. Очень клево. Возможно, сниму вам в ней 24 сочтения. Посмотрим, подумаю еще, друзья. И три книжки. Это Тревожные люди. Стала книгой года. Я очень хотела вот эту. Мне нужна она для подборки. Кто убил, Оливию Коллинз. И еще Стейнбек, конечно, пойдет на нашу неделю чтения, друзья. Маша Жем подарила мне тоже авокадный сет. Авокадный скетчбук. Но тут тоже были носочки, значок. И что-то еще авокадное. По-моему, снеки. Юли Буксарана подарила мне Urban Decay. Маленькую версию. И я ее уже пробовала. Вот этот такой розово-персиковый шиммерный оттенок. И, знаете, очень было тяжело с ним работать. В плане того, что он-то нормально прибивался на века. Но другой вопрос, что он очень сильно осыпается прям вот на все лицо. Но я, увы, не гуру в косметике. Но очень любопытно с ней будет поработать дальше. Дальше. По поводу косметики я сама себе любимую подарила духи. Еще на влогмасс первый. Это Лакоста. Не помню название наизусть. Оставлю вам ссылочку, точнее, название в описании. Настя Аста, всеядный ридер, подарила мне просто мечту моей жизни. Малискин. История игрушек. И, разумеется, естественно, я ни подо что не могу его подстроить, потому что мне жалко в нем писать. Я стараюсь отойти от этой тенденции, типа, жалко потом в другой жизни. Постараюсь в этой жизни его использовать. Он очень клевый и удобный. Вот такой. И с кармашком, конечно же. Ну, прям вообще. Я думала в нем писать, если я на какой-нибудь курс пойду по драматургии, возьму его для работы вот с курсом. И впервые в жизни у меня появился слайм. Покажу вам его. То есть, все эти странные звуки для АСМР, они вот как раз-таки из слайма. Короче, это очень смешная штука. Я с ней прям долго сидела и медитировала даже. Мужу не зашло. Он говорит, что он слишком холодный и скользкий. Но мне понравилось. Это такая, получается, типа жвачки для рук. Чего она растекается, если долго ее держать? Короче, странная тема, но я могу с ней прям себе долго играться вот так. Вот так, вот так, вот так. Анечка, 29 годиков. Ну, что вы хотели? Короче, у детей 90-х были лизуны в баночках похожих. Кто-то стал пишите в комментариях. У меня был лизун, но он у меня упал в песок и все. Сами понимаете, он был у меня такого яркого лимонного цвета, а тут такой черненький. И что очень удобно, его можно также обратно поместить в баночку, так чумок. Еще мне кажется, что его становится слегка меньше после каждого использования. Видимо, что он немножечко тает на руках, но я не в курсе. Я слишком взрослая для этого. Вот первый слайм в жизни. Дальше, друзья, к настолочкам. Юлия Балкадав подарила мне самую тяжелую настолку вот в моей коллекции Игру Престолов. Та-таа! Реально самая тяжелая, и вот в нее нужно играть лучше всего в шестером. И партия длится от трех до четырех часов, еще нужно правила разобрать, а сейчас я так на два. Короче, крутяк, прям таки эпично масштабненько. В ней огромнейшая карта, кучу тайлов, кучу фигурок, просто, ну, нереально тяжелая, правда. Я уже в нее играла как-то раз, с друзьями может быть лет восемь назад, и тогда я мало что поняла, но вот сейчас я в принципе смогу ее оценить. Так, от моих патронов с патреона, ребятушки, приветствую вас, я выделила деньги себе на последний день Атлантиды. Показывала ее, опять же, в каком-то из влогмусов, и, черт возьми, это такая клевая, тактильная вещь, в ней, получается, тонет остров, и нужно с него вывезти на лодках своих людей ратного цвета. Есть и морские чудовища, и акулы, и дополнительные писательные лодки, и водовороты, короче, прям вообще очень клево, друзья. Спасибо за нее, огромнейшее. И у мужа я просила себе на Новый год Азул, прям просила, хотел именно ее, либо Тики Турайт, он выбрал Азул, и, к сожалению, вот ему Азул не зашел. А мне прям понравился, и я набрала в него, когда мы с ним играли, 89 очков. Короче, было клево. Вот, планирую посадить на нее свою подругу, когда мне к гости приедет. И Алиса Дема подарила мне на Новый год толстовочку, вот, с пиццей. Today's mood пицца. No pizza, no options. Это прям про меня. И сзади, что немаловажно, на спине огромная надпись Sweet dreams are made of cheese. Oh yeah. Короче, очень клево, и что самое классное, это цвет. Черный, еще и с пиццей. Это прям круто. Потому что вот буквально я себе на днях заказала толстовку, очень клевую, мятную, с малышом из Мандалорца. Йода, не помню, как его зовут, в Мандалорце. Короче, что вы думаете? Она отсвечивает на моем автоматическом режиме на камере. То есть, нужно под нее прям камеру подстраивать и настраивать. Из-за ее цвета, мятного, у меня абсолютно красное помидорное лицо становится. Короче, это не для автоматического режима, увы, а это прямо очень в тему. Ну, в принципе, друзья, все. Это была такая маленькая сводка итогов за прошлый год, плюс подарки от моих друзей, и буду ли я строить себе планы на этот год, не знаю. Я вот тоже себе строила планы в прошлом году, типа, съездить в Москву, в Питер, в Казань хочу, съездила. Классно. Поэтому в этом году, пожалуй, без планов. У меня, конечно, на ней есть некоторые там дикцию слегка улучшить, чтобы я говорила вам внятнее, сидеть, писать спокойно и не париться, читать нормально и не париться, снимать в удовольствие и не париться. Вот. Так что, наверное, все, друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось, вас порадовало, расслабило. Делитесь вашими итогами прошлого года в комментариях. И еще мне интересно, кто из вас получил на Новый год себе подарок на столке и какие. В комментариях пишите, друзья. Все. С вами была Аняка. Обычно скоро мы уже увидимся обязательно, друзья. Все. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok